Привет, друзья! В этом выпуске мы увидим самую неизведанную часть Абхазии, куда почти не ступала нога туриста. Это самый дальний маршрут в Абхазии, и мы проедем его на джипе с открытым верхом. Увидим достопримечательности, узнаем особенности таких туров, цены, а заодно новые правила въезда в Абхазию. В стране души множество разнообразных экскурсий, из которых самые известные это озеро Рица и Новый Афон. А этот маршрут на самый восток Абхазии считается новой, но полюбился уже многим отдыхающим. А стоит ли ехать так далеко, сейчас и узнаем. Условно Абхазию можно разделить на западную и восточную. То, что слева от столицы республики Сухум, это западная часть, туда, куда приезжают почти все отдыхающие, которые пересекли границу Псоу. Восток Абхазии почти совсем не посещается туристами, в основном из-за долгой дороги из аэропорта и ЖД вокзала, также из-за того, что там все заброшено и мало что восстановлено. Ну и боятся, конечно. С недавних пор потихоньку стали появляться экскурсионные программы в восточную половину Абхазии и их пока немного. Там есть Кадорское ущелье, Кындык, город призрака Кармара вместе с водопадами и бедийским храмом, который как раз будет в этом обзоре. Ехать в такие места достаточно долго из Гагарского или даже Гудаутского района. Поездка наша началась в Петсунде в поселке Лза, чуть позже 6 утра. А это уже Ачамчирский район Абхазии. Мы повернули в сторону бедийского храма и время уже около 10 утра. В общем, прошло 3,5 часа дороги. И только отсюда начинается все самое интересное. Говорить об упадке на востоке Абхазии как-то не хочется. Да, население там, к сожалению, резко сократилось после трагических событий военного времени. Но для тех, кто остался, жизнь продолжается. Люди там в основном занимаются сельским хозяйством и их дети, как и везде, ходят в школы. Села там сейчас выглядят достаточно хорошо, если сравнивать даже с Сандрыбшем. Но, как и везде в Абхазии, много-много заброшенных домов. В одном из таких сел Ткуарчалского района Агубедия находится бедийский храм 10 века. Собор возведен на высоком платое, оттуда открывается потрясающий вид. И когда попадаешь туда, уже никак не хочется покидать это место. Ткуарчалского района Агубедия находится на высоком платое, в том числе, 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 в том числе. Ткуарчалского района Агубедия находится в столе. Туше во время зак 찍аться на высоком платое believe. Не жалоб. Туше в большинстве? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После завершения строительства царь Паграта и его мать царица Гурантхунд принесли дар соборов в честь завершения строительства – золотой потир. Сейчас реликвия хранится в музее в Тбилиси. Бедийская чаша была перевезена из Абхазии в Грузию еще в 1947 году, и абхазские власти не раз поднимали вопрос о ее возвращении. В свою очередь власти Грузии обращались в ЮНЕСКО и обвиняли Абхазию в вандализме и расхищению культурных ценностей. Место, где находится Бедийский кран, очень фотогеничное. Отовсюду открываются великолепные виды. Единственная проблема – это расстояние и дорога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Побывать в бедийском храме можно в любое время, но дам небольшой совет. Лучше всего посещать этот храм индивидуально или в составе небольшой группы, желательно на УАЗике. Тогда можно сделать отличные кадры, и на фоне храма парящего в воздухе будете только вы. Летом в разгар сезона в эти места собирают множество туристов с разных городов Абхазии и даже из Сочи. Поэтому, как вариант, месяцы мая или октябрь будут куда лучше. Обычно все экскурсионные туры в Абхазии проходят по одинаковым или похожим сценариям. К поездке, как и везде, будет прикреплен гид. Зачастую задачи гида выполняет водитель. Чаще всего туристов возят на микроавтобусах. Редко на больших автобусах, наверное, потому что не везде в Абхазии можно проехать. Да и маршрутов таких там не очень много. В основном это Рица, Новый Афон или Сухум. У каждого гида или водителя есть своя точка на маршруте, чтобы дополнительно стрясти какую-то часть монет с туристов, продав что-нибудь свое домашнее. Обычно это пасека или сыроварня или и что-то другое. Там, естественно, будет дегустация всего того, что предлагают. Это и мед, и сыр, и медовуха и все, что покрепче. Стоить это будет, конечно, дороже, чем на рынке у берегов Черного моря, какого-нибудь курорта Абхазии. Иногда намного дороже, так как цены у них всех разные. Будут завлекать это тем, что продукция домашняя, экологически чистая, ну и прочими легендами. Насколько это правда проверить невозможно, но то, что я брал на рынке, не показалось мне хуже. Тем не менее, люди покупают и немало. Сейчас как раз и увидим такое место и узнаем цены. Сейчас я начну с меда и закончу на видеоказ. У нас есть три вида меда. Любой из видов дам попробовать. Есть штошный, есть каштановый, есть золотарный, есть банки в сотах. Есть орешки, есть полусухое красное, вино есть сладкое, вино есть чача, есть домашний коньяк, есть домашняя аджика, есть жировое варенье. И касаемо орешек тоже есть. Вот сейчас смотрите, вот бутылка любого из вида меда, маленького, стоит 400 рублей. Бутылка полтора литровая стоит 1000 рублей. Бутылка вина из любого вида стоит 300 рублей. Чача стоит 300 рублей, коньяк стоит 300 рублей. Орешки стоят 400 рублей. Да, 400 стоит. Орешки стоят 150. Вот сейчас подойдите сюда поближе, кому что показывают, кому что налить, кому что надо. Нам просто налить показать, сами можете выбрать. Вот примерно так выглядит дегустация домашней продукции в Абхазии. Все продается, от меда и до чачи. Не всегда, конечно, это записано в план экскурсии, бывает такое, что данное мероприятие становится сюрпризом уже во время поездки. Обычно никто от этого не возмущается, потому что сами хотят выйти на воздух и немного растрястись, ну и пофоткаться. К сожалению, остановки для дегустации отнимают какое-то время у того, кому такое мероприятие не является целью поездки. И его остается уже меньше на осмотр основных объектов экскурсии. Поэтому гиды, водители и организаторы потом уже зачастую подгоняют туристов из-за нехватки времени. С такой проблемой я уже сталкивался в Абхазии. Посещать такие маршруты самостоятельно там весьма проблематично. Общественный транспорт в Абхазии в основном ходит только по прямой вдоль моря. А на своем транспорте это немного опасно, так как дороги там не очень, за исключением только дорог вдоль моря, ну и на озеро Рица. Поэтому в Абхазии очень популярен джиппинг. Стоимость такой поездки не намного дороже классической, зато есть экстрим и почти стопроцентный обзор. Можно проехать по труднопроходимым дорогам, хотя местные не повезут вас по каким-нибудь адовым маршрутам, чтобы не испортить свое транспортное средство. И всегда будут взвешивать два фактора. Это прибыль с поездки и риск поломки транспорта. Обычно горцы используют старенькие уазики. Поездки на джипах по стороне души будут проходить частично по асфальту, потом это будет какая-нибудь грунтовая дорога с кочками или размытые колея. Иногда водитель джипа может позволить себе пересечь горную речку, там где мелко, и все будут кричать от восторга. Бывают на пути и опасные места, такие как горные дороги с обрывом, без всяких ограждений. Обычно такие места тамошние водители хорошо знают, поэтому будет очень полезно встретиться именно с опытным драйвером. Вот она, восточная Абхазия. Все вместе с Али. Ууу! Кором! Подержим тебя без друга. Уууу! Вон деревья красивые. Где вы такие деревья увечите? Круто, знаете. Круто, знаете. Круто, нет. Я там не прощаюсь. А где давай? Круто. Вот так все вокруг выглядит из Патриота без верха. Дороги здесь пока еще неплохие, а вот трястись на кочках, сидя на боковых сиденьях, будет не очень приятно. Так что, если соберетесь в такую поездку, занимайте нормальные места, если, конечно, они еще будут свободны. Следующий объект на пути – это город призрака Кармара. Он почти полностью заброшен. Там осталось жить всего 5 семей. Подробно о городе можно узнать в одном из прошлых видео. Ну а сейчас некоторые кадры из-за Кармары, которые не вошли в прошлый выпуск. Вот это заброшенный город Кармара. Заходите. Заходите. Примерно так выглядят города-призраки. Обычно они находятся в местах с суровыми климатическими условиями. Большинство из них было основано для добычи полезных ископаемых, в том числе и окормара. Но окормара все-таки находятся в невероятно красивом месте. Вокруг окормара очень живописные горы, покрытые густой растительностью, сплетение рек и, конечно же, водопады. Целых три водопада, которые все разные, один не похож на другой, и объединяет их только то, что все они водопады. Два из них, Ирина и Великан, находятся совсем недалеко друг от друга. Посетить их можно в любом порядке. Небольшой совет. Там, где будет развилка, можно посмотреть, куда пойдет меньше людей и выбрать именно этот путь. Потому что дорога там узкая, она еще и немного опасна, ограждения там есть не везде. А если и есть, то они не очень надежные, под ними уже серьезный обрыв. Разойтись, а уж тем более обогнать кого-то на этих тропинках будет сложно. С маленькими детьми такой путь точно не рекомендуется. Ходить здесь не очень много, наверное около двух километров. Но чтобы максимально обезопаситься, нужно все-таки одеть комфортные обувь и не спешить. Сейчас на ваших экранах первый водопад Великан. Мне он даже понравился больше, чем геркский. Вся фишка Великана заключается в том, что можно пройти под его мощным потоком. Немножко скользко. Великануска труда slaver GOES ATSB Великанской топлива. Удачи Chief Flatania. Попробуйте вегет его пытается broad троп Смотрите продолжение в 3 части. Я стою на обрыве Да, тропинка там, к сожалению, очень узкая Вот такая вот Поднимаемся потихоньку Идет на учете, вот водопад Здесь очень высоко Но дорога сюда полегче Вот сразу два водопада в одном и том же месте Почти Я так не рискнул, конечно Еще один водопад, называется Ирина, находится недалеко от Великана, которого видели недавно Обратный путь от Великана идет на подъем А сюда, на Ирину, дорога уже гораздо лучше и безопаснее Водопад Ирина также смотрится очень фотогенично И вся его фишка в том, что там можно искупаться Водопад 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 Ну и третий водопад в этом районе, до которого надо было проехаться от первых двух по грунтовой дороге в сторону Ткуарчала. Это водопад безымянный, и дорога к нему идет по таким вот камням. И если преодолеть камни, то на фоне этого водопада получатся очень классные ходки. Вся фишка этого водопада то, что он находится в таком как бы замкнутом пространстве, и звук от него просто оглушающий. Субтитры сделал DimaTorzok На череду и прибал возле лещи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот примерно так проходят поездки на внедорожниках по Абхазии, и это был самый дальний маршрут от Пицунды. Конечно, большая часть пути здесь проходит по хорошей дороге, но все-таки из-за полного обзора и в хорошую погоду это намного лучше, чем сидеть в тесном микроавтобусе. Стоимость такой поездки с включенным двухразовым перекусом на одного человека у меня составила ровно 3000 рублей, аналогичное на микроавтобусе было бы 2200. Но это не то, на чем лучше всего экономить, впечатления остались незабываемые. Дам небольшой совет тем, кто первый раз совершает поездку в Абхазию и для отдыха выбрав Гагарский или Гудаулский район. Уверен, что из-за закрытия большинства направлений много кто может оказаться в Абхазии первый раз. Итак, если вы хотите хороший джиппинг, то лучше заострить внимание на гору Мамзышка, а также на Аватхару. Дороги там гораздо экстремальные, виды вокруг ничуть не хуже, чем на этой экскурсии. А эта поездка по Восточной Абхазии подойдет особенно тем, кто был в Абхазии не один раз и видел уже многое. Тем не менее, маршрут новый и интересный. Ну и напоследок новые правила посещения Абхазии от 15 апреля 2021 года, которые вступят в силу с 1 мая этого же года. Для въезда в Абхазию по-прежнему не требуется никаких ПЦР-тестов, но по прибытию обратно в Россию нужно будет заполнить специальную анкету на портале Госуслуги. Далее в течение пяти дней необходимо будет сделать два ПЦР-теста с разницей в один день и результаты загрузить на сервис Госуслуги. От всех этих процедур освобождены граждане, зарегистрированные в Краснодарском крае и Республике Абхазии. Все ссылочки с информацией об этих правилах можно будет найти в описании под видео. Вот такая не очень хорошая новость, которая повлияет как раз на экскурсионные поездки из Сочи в Абхазию и наоборот. Но это так сказать не смертельно. Главное, что тесты нужно будет делать не до, а после отдыха. И вряд ли эти два теста остановят те, кто уже запланировал поездку в Абхазию. А на этом все. Хороших путешествий. Пока! Что я могу сказать, это была просто супер экскурсия, но очень изнуряющая. Сейчас ветер, такой приятный ветерок, и я возвращаюсь наконец-таки домой. Буду отдыхать.